После развода теледивы быстро нашла утешение в объятиях молодого хоккеиста. Личность возлюбленного она держит в секрете, зато раскрыла интимные подробности романа. По словам звезды, спортсмен полностью удовлетворяет ее страстные желания. Двухлетний брак Алены Водонаевой и Алексей Комова, известного как диджей Косинус, потерпел крах. По словам теледивы, причина финансовой несостоятельности музыканта, зато в интимном плане между ними всегда царила гармония. «Занимаемся сексом каждый день», — говорила она на пике их отношений. От любовных утех звезда не стала отказываться и после развода. 37-летняя экс-участница реалити быстро нашла нового байфренда, который удовлетворяет все ее плотские потребности. «Вечером у меня секс по расписанию. Никто не знает, кто он. Я не афиширую, но это хоккеист», — делилась звезда в YouTube-шоу «Ковальский». Ранее она признавалась, что избраннику всего 23 года, и отметила несерьезность этих встреч. «Телеведущая очень требовательна к мужчинам, и рассматривать временного любовника в качестве супруга считает глупостью. Он зарабатывает существенно меньше, приносит там цветочки, вкусняшки. Но замуж я не пойду за молодого, у которого нет денег», — откровенничала она. Водонаева также сообщила, что у них совершенно разные интересы. «Парочка почти не разговаривает, предпочитая проводить время, если не в постели, то за экраном. Мы смотрим мемасики и фильмы. Моей второй половиной стать очень тяжело, потому что у меня запросы очень большие. Я человек непростой», — объясняла она. Помимо участия в телепроектах, звезда зарабатывает рекламой, а также занимается бизнесом. Алена похвасталась, что ее салон красоты, который находится на Новом Арбате, приносит стабильный доход и со дня открытия работает только в плюс. Кроме того, она получает авторские отчисления от продажи книг «Голая» и «Мамин торт». Считаю себя успешнее подруг. Я взрослый человек, который смотрит на жизнь немного под другим углом. Тем более, после всех интервью, глядя на то, в каком в энергетическом кале они барахтаются, намекала Ананайзу, Анохину и Ксению Бородину. С ведущей дома 2 у Водонаевой давний конфликт. Бородина якобы не может простить Алене слив информации о своей последней беременности. После той склоки они не упускают случая съязвить в адрес друг друга. Она вообще плохо говорит. Ей бы заняться этим и выкинуть слова-паразиты. Не говорить постоянно «как бы», это не мед для ушей. Она очень косноязычный человек. Нужно, помимо сидения жопой на бревне, все-таки иногда читать книги. Тем более, с возрастом происходит деменция. Мозг нужно развивать, так отзывается о бывшей подруге знаменитость.